Работники компании «Азия лес» устроили пикет на Комсомольской площади в Хабаровске. Экс-руководитель деревоперерабатывающего комплекса стал фигурантом уголовного дела. Александра Пудовкина обвиняют в крупных хищениях в лесной отрасли. Но в итоге остановилась деятельность всего завода. Рабочие опасаются за свое будущее. Репортаж наших корреспондентов. Пикет согласован. Его участники говорят, времени сейчас предостаточно. Всю последнюю неделю они приходят на работу, но выполнять ее не могут. После возбуждения уголовного дела на экс-руководителя «Азия лес» все имущество завода арестовали. Подобный пикет в эти минуты проходит и в поселке Березовом Солнечного района, где расположено производство. Завод должен работать! Не купите предприятие! Страхи потерять работу. Ждем, что все справедливо будет, что будет работать производство на Дальнем Востоке, собственное, местное. Предприятие «Азия лес» выпускает пиломатериалы и топливные гранулы. Производство было запущено в 2012 году группой компании «Биэмгрупп». Один из бывших руководителей Александр Пудовкин стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях в лесной отрасли, связанных с получением субсидий из федерального бюджета. Сейчас Пудовкин находится под домашним арестом в Хабаровске. Суд принял решение наложить арест не только на право распоряжения имуществом завода, но и на право пользования. Уголовное дело возбуждено в отношении нашего руководителя, а не в отношении самого предприятия. Фактически это означает, что предприятию в его текущей производственной деятельности нельзя пользоваться тем имуществом, которое ему принадлежит. И, естественно, довольно-таки логичный вопрос, как нам работать, если нам не на чем работать. Мы переживаем за свои рабочие места. У нас работает очень много людей. Это порядка 800 человек. Это люди, которые здесь работают в офисе, административный персонал. Это люди, которые работают в Березовом. Работники завода говорят, что нет намерений вмешиваться в следственный процесс. Единственная надежда на то, что рабочим официально разрешат вернуться к своей деятельности. Если производство будет остановлено, сотни людей в Солнечном районе и Хабаровске останутся без заработной платы. Люди опасаются, что их постигнет та же участь, что подобное предприятие Аркаим, работники которого больше года не могут решить проблему трудоустройства.